добрый день друзья сегодня я хотел бы еще раз рассказать о знаменательных на мой взгляд весьма и весьма неплохих перспективах дальнейшего среднесрочного роста европейских рынков частности обращаю внимание сейчас не на конкретные компании она индексы поскольку здесь действительно динамика она впечатляющая и вот общеевропейский сводный индекс евро стокс 50 показал во вторник максимальное значение 15 июня за последние 13 лет превысил отметку в 4150 пунктов это произошло впервые с самой весны 2008 года этот рекорд и не был в дальнейшем повторен в среду в ходе дальше развития европейской следующей сессии и сегодня четверг несколько скорректировался индекс в ответ на коррекцию одновременную по индексу s&p 500 это связано исключительно с итогами соседания федрезерва я чуть позже скажу об этом в конце поскольку на мой взгляд это не является сейчас существенным фактором является таким временным моментом в целом в целом здесь можно сказать что и финансовые промышленные сектора и нефтяные компании они сейчас входят в число лидеров европейского движения наверх но не только общеевропейские собственно здесь индекс растет но и если взять индекс скажем франции германии то здесь весьма и весьма тоже красивые показатели красивые картины вот скажем индекс как 40 французский он показал еще один рекордный пик обновив его в среду даже еще после вторника тоже сегодня несколько корректируется но этот вообще рекорд за всю историю наблюдений но совершенно точно за последние 20 лет то есть индекс находится около отметки один раз он находился выше всего около отметки 6 900 это было летом в августе 2000 года то есть вот за 20 лет показатель выше то есть сейчас это район там 6 600 уже до приближается вот к этим значениям там 6 659 максимум был но в целом это говорит да а тенденции которые демонстрируют опережающие страны первую очередь конечно же это германия то что немецкий это индекс вообще вон в два раза практически выше находится чем был тогда в двухтысячном году ксетродакс индекс таким образом как бы ведущей экономики которые служат локомотивом первую очередь конечно германия франция меньшей степени он тоже они показывают думают пример и общий европейским индексом то есть в целом можно говорить о том что есть до страны в которых гораздо медленнее идет восстановление европейское это и понятно они больше пострадали от финансовых последствий к вида это и италии испании но даже там индексы и делают опережающие движения на рост в последние месяцы эти движения весьма и весьма хороши чтобы какие-то сравнения предложить о возможных целях движения итогового скажу что ну вот разумно посмотреть скажем пропорции в которых уже выросли на данный момент американские индексы это понятно что американская экономика восстанавливается гораздо более быстрыми темпами и там раньше начали снимать локдауны вообще в целом она пострадала именно как экономика конечно же меньше чем европейская и можно говорить о том что вот это как бы такая вот то что мы видим в картине по америке это европа там может быть по индексам ну через полгода год может быть и гораздо раньше но во всяком случае там в пределах такого срока можно говорить уж европа только начинает снимать рестрикции всевозможные ковидные ограничения и всерьез поснимает это все где-нибудь может быть к середине лета только начнет где-то к осени закончить сравним с тем что например там в нью-йорке вот прямо на этой неделе сняты окончательно последние ограничения которые там были можно говорить что смотрите с н п 500 индекс он на 25 процентов поднялся выше чем был до вируса в январе двадцатого года nasdaq на 45 процентов технологичные если сделать такую простую максим математическую аппроксимацию то есть попросту говоря но приблизительно пропорцию взять куда могли бы подняться индексы европы то получается что для евро стокс 50 то есть для усредненного общеевропейского индекса разумные ценовые цели где-то в районе чуть выше 5000 пунктов но на самом деле 5000 пунктов весьма разумно потому что как раз вот это 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 является максимум долгосрочным пока по индексу евро стокс таким образом это цели которые там предполагают достижение уже цифр показанных когда-то получается много лет назад то есть мы видим что это достаточно разумные величины для французского индекса как 40 ну можно сказать мечтать о разумных пределах о целевом уровне в районе 7500 пунктов это если вот прибавить до вирусным опять же значением приблизительно 25 процентов из на данный момент европейский индекс в пределах там девяти где-то десяти процентов всего лишь перепрыгнули до вирусные уровни но на чем принципе основывается мое предположение это скажем такая высокая уверенность в том что будут и дальше эти уровни переписываться в общем то здесь два в основном момента это инфляционный момент потому что он подпитывает непосредственно связаны также с работой печатного станка естественно и cb соответственно как в америке федрезерва но это все подпитывает и взаимно друг друга и с другой стороны с показателями инфляции которые растут все быстрее уже европе тоже мы уже видели что индекс например потребительской активности потребительских цен здесь германии выросла уже до 2 с половиной процента год к году значит соответственно вот в целом по еврозоне там цели были поменьше поменьше достигнута там только 0 9 сейчас уже вот на полтора процента годовых пересматриваются постепенно во франции показатель уже практически двум процентам приближается по потребительским ценам если учесть что со штатах уже пять процентов инфляция но явно в европе тоже будут выходить на эти уровни но параллельно будет происходить очевидно по дальнейшим подъем фондовых рынков и там и там то есть в америке может еще больше зашкалить инфляции во всяком случае где-то задержаться на этих уровнях европе она будет только туда приближаться что касается что касается истории не помешает ли как-то на самом деле вчерашнее решение федрезерва точнее не решение даже а решение то оставить все показатели в силе было такими же а прогнозы так называемый dot plot графика так называемый где 13 из 18 членов комитет фрс по открытым рынкам обозначили свое ожидание подчеркну ожидание это как бы их прогноз о том что ставка может быть первый раз поднята уже в 2023 году ну во первых я бы здесь слово уже заключил в огромные кавычки потому что 2023 год особенно конец 2023 года что предполагалось это очень нескоро это еще только через два года вот во вторых даже председатель фрс джером пауэлл увидев такую своеобразную раскачку на рынке после выхода вот этого вот этого прогноза скажет играл по сути все назад обозначив что вы знаете это не планы фрс прогнозы отдельных членов комитета это их как бы индивидуальное мнение как он выразился индивидуал проект вот эти вот индивидуальные как бы мнение это индивидуальные мнения при этом он подчеркнул что не идет никакой речь абсолютно преждевременно как он выразился highly premature говорить о каком-либо сворачивание замедлений даже хотя бы до темпов работы печатного станка то есть вот о тех программах выкупа активов на 120 миллиардов долларов ежемесячно говорить рано если вспомнить еще и дополнительные планы правительства байдена стимулирующие всевозможные продолжить субсидии экономики которые тоже как минимум наполовину попадают на рынок еще что там куда-то что-то попадает да это все опять же да все про печатный станок в принципе фактически ничего нового то мы от резерва не услышали поэтому предполагаю что даже на американском рынке это никакого форвара не произвело и не произведет могут быть незначительные коррекции в плане того что даже даже до конца этой недели они уже могут завершиться либо где-то в следующей неделе там индекс s&p 500 показался 490 небольшим уже оттуда пытается отскакивать обратно район 4 225 аналогично и тем более по европейским в данном случае как раз подчеркну что америка америка и там какие-то сигналы которые она подала по большому счету крайне невнятные там пусть хорошо они есть но его опыта бу европа буквально на прошлой неделе четки совершенно подала место сигнал явный что она то будет европа продолжать все что наметила и долго то есть есть план так называемый экстренных программ выкупа пепп система emergency вот это триллион 850 миллиардов евро она сохраняется как минимум до марта 22 года это гигантские суммы большая такая оболочка денежная она все будет продолжать реализовываться это считайте печатный станок программа регулярного выкупа и пепп покупки активов государственные активы и корпоративные ежемесячная она будет сохраняться как минимум до 23 того же года как и говорилось при этом реинвестироваться будут доходы которые европейский центробанк получает от этих бумаг обратно в выкуп бумаг это будет происходить как минимум до 23 года и при этом еще оговорка и столько сколько понадобится после до тех пор пока экономика там не выйдет совершенно такое стабильное уже устойчивое обычное свое состояние в нормальное то есть короче говоря пока кризис не будет полностью считаться законченным но не раньше а в смысле что позже если вспомнить также еще одну фразу кристин лагарс прошлой неделе о том что здесь вот эти все программы печатные станки короче европейские завьево они будут продолжаться как минимум до первого подъема процентной ставки в европе когда нибудь здесь вообще сроки не оговариваются и если мы вспомним что десять лет до этого без всякого еще вируса ставки оставались европе близкими к нулю все время то есть если даром не будет когда-то разговоры о подъеме то это грубо говоря там на те же четверть процента пробные когда-нибудь нескоро тоже через там три года на как минимум то на самом деле вот уж над чем над чем а над европейскими рынками на мой взгляд совершенно не сгущаются никакие вот там туч планы в этом плане туч никакие не сгущаются наоборот есть понимание что деньгами будут еще долго снабжать здесь и бюджет на еще совместные программы next generation ею программа которая выделяет национальным правительством средства подъемные дополнительные из общего бюджета она была принята в августе двадцатого года вот это все перечисленное а мой взгляд раздает достаточно высокую уверенность в том что будут будут подпитки деньгами а значит будут и более высокие цели достигаться постепенно по европейским индексам отдельный может быть разговор что все это подхлестнет к росту в итоге и российские фонды я думаю что да тем более учитывая в целом благоприятную атмосферу вокруг саммита который состоялся россия сша вы знаете что байден говорил о том что 6 9 а то и 12 месяцев потребуется чтобы понять насколько эффективно идет взаимодействие ну явно как минимум в течение этого времени вряд ли будут такие активные наезды в санкционные поддержанные во всяком случае белым домом там инициативы сенаторов возможно но вряд ли они будут называется там широко приветствоваться в целом это тоже может создать некий благоприятный фон и для российского рынка но это что называется отдельный разговор в данном случае первую очередь я говорю о европейских фондовых индексах